В нижнем городе трудовой доблести Тагили опера 18-го ОПА по горячим следам хлопнули бухого неблагоразумного разбойника, который в магазине спорттоваров на Садовой улице потырил зимнюю куртку с капюшоном под угрозой пневмата и взглядом видеокамеры. По картинке видно, что в магаз зашли двое. Первым, ранее сидевший за кражи и грабежи, уголовник, назовем его условно Игорь, за ним его более скромный приятель. Игорь деловито проследовал в отдел мужской одежды, снял с вешалки куртку, надел ее на своего кореша. В это время за их подозрительными телодвижениями с любопытством наблюдала магазинная дама в красном. Ну а далее случился разбой. Игорь с корешем, не расплачиваясь, прошли, как говорится, мимо кассы, а чтобы торговцы не возмущались, Игорь достал пневмат и помахал им, то есть автоматически попал под 162-ю часть 2-ю УК, вооруженный разбой. На выходе из спорттоваров Игорь куртку с братана снял и понес ее в руках. В принципе, можно не сомневаться, что эту бухую парочку опера выловили бы в любом случае. Физиономия Игоря запечатлена видеокамерами. Он ранее судимый, то есть имеется в базе силовиков. И рано или поздно его бы все равно полонили. Но все случилось гораздо быстрее, чем могло было бы быть. А все из-за бухла. Выяснилось, после налета на спорттовары, эту парочку видели в заведении быстрого питания, где они сделали заказ и вдруг стали требовать скидку. При этом один из них поигрывал пистолетом. Быстрые питательные работники не испугались, потому Игорь с корешем тупо ушли на мороз. А чуть позже на улице Фрунзе их задержал наряд ППС при патрулировании. Задержал просто как двух пьяных. Их доставили в 18-й ОП, где уже лежала заява из растревоженного пистолетом быстрого питания. Игоря с приятелем оформили по административке по 20.21 КОАП за нахождение в пьяном виде в общественном месте. Но и в этот самый момент из спорттоваров с видеозаписью разбоя подкатили торговцы. Опера посмотрели на запись. Сходили в обезьянник, посмотрели на двух бухарей, сравнили. И тут же раскрыли тяжкое преступление. По официальным данным сайта МО МВД Нижнетагильское, уголовное дело по 162-й части 2-й УК до 10 лет зоны в пиковом случае возбудили только против ранее судимого Игоря, который куртку снимал, на приятеля надевал и пистолетом махал. Его кореш, несмотря на то, что куртка была вынесена на его туловище, по уголовке не пошел. Ну а сам Игорь, отправляясь за решетку, рассказал трогательную историю. Ну, дескать, он сильно надубайсился, а куртку потырил, чтобы его дружбан не замерз, ибо по вечерам подмораживает люто. Впрочем, позже противоречивый Игорь заявил, что куртку выбросил неподалеку от магазина. Но ее так и не нашли. Продолжение следует...